Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Сегодня в эфире встреча членов ассоциаций бывших французских военнослужащих армянского происхождения. Сыны Западной Армении – Гагик Аллахвердян. Вопросы армян в Западной Армении. Иран высказал твердую позицию до встречи Путин-Эрдоган. Всеармянский союз Гардман-Ширван-Нахидживан призывает международное сообщество оказать давление на Баку. Программу, посвященную Армении, во Франции посмотрели 1,350,000 человек. Армения завоевала три бронзовые медали на 35-й международной Олимпиаде по информатике. Ассоциация бывших французских военнослужащих армянского происхождения Валенсия в субботу 1 сентября провела ежегодное собрание в Доме культуры армии Валенсии. По приглашению Ассоциации французских ветеранов армянского происхождения на встрече присутствовал президент Западной Армении Арменак Абрамян, заместитель министра обороны Западной Армении Сурен Шаумян, президент армянских ветеранов Лазурного берега Жан Казаросян. На встрече также присутствовал вице-президент Ассоциации французских ветеранов армянского происхождения Хосров и Лезер. Председатель Ассоциации Жорж Эритян представил повестку дня. Произошло изменение состава президиума. Кассира Роберта Каприлиана, ушедшего из жизни 8 июня 2023 года, заменит Роджер Эмерджанов. Жорж Куюмджан назначен секретарем Ассоциации. После встречи состоялся обед. Далее Ассоциация бывших французских военнослужащих армянского происхождения распространила заявление. 12 декабря Баку держит закрытым Бердзорский коридор, единственный сухопутный въезд из Арцаха в Армению и внешний мир. Таким образом, Баку держит в заложниках 120 тысяч армян Арцаха, в том числе 30 тысяч детей, которые находятся на грани этнических чисток. Диктатор Алиев продолжает генназий 1915 года, осуществленный против армян его турецкими союзниками, с целью подчинить Арцах азербайджанскому иглу, азербайджанизировать коренное армянское население или уничтожить его посредством этнических чисток, захватив армянские территории, существующие с незапамятных времен. В феврале прошлого года Международный уголовный суд ГАГИ, высшая международная инстанция ООН, осудили блокаду Бердзорского коридора, потребовав от Баку снять ее, чтобы мирное население Арцаха могло свободно передвигаться. Диктатор Алиев проигнорировал решение ГАГИ, диктатора поддерживает Эрдуган и, возможно, Путин. Несмотря на неоднократные предупреждения и просьбы многих международных организаций, население Арцаха стоит на грани голода. Баку прекратил поставки электроэнергии и газа из Армении в Арцах. У въезда в Бердзорский коридор заблокированы гуманитарные ресурсы и медикаменты. Жизни 120 тысяч армян Арцаха находятся под угрозой. Призываем государственные органы, правительство и международные организации мобилизировать усилия во имя прав человека, чтобы спасти народ Арцаха от диктатора Алиева. Геноцид продолжается. Геноцид, жертвами которого по вине турецкого правительства стали армяне в 1915 году, турецкие нацисты продолжают и сегодня. Прекратите преступления Алиева во имя жизни. Ассоциация бывших французских военнослужащих армянского происхождения призывает к международным действиям по прекращению преступлений этнических счисток и геноцида, которые на наших глазах происходят в Арцахе. Это неотложный вопрос. Видео доступно на нашей странице YouTube. Сыны Западной Армении Гагик Аллахвердян. С 1997 года Гагик Аллахвердян служил в армии обороны Арцаха. В воинской части армии обороны служил с начала создания отряда специального назначения разведчик-снайпер. Военное звание капитан. В августе 2014 года указом президента Республики Армении и Арцаха награжден медалью «За отвагу». Участвовал в апрельской войне 2016 года, получил ранение в Талише. Во время 44-гневной войны 2020 года в составе спецназа сражался в самых горячих точках фронта. Егникнер, Тутакнер, Каринтакс, Ахнах и Шуши. Погиб 7 ноября над поступок Шуши. В октябре 2020 года Гагик и группа спецназовцев были дислоцированы на высотах Тутакнер-Гадрута, где шли интенсивные бои. 21 октября противник обошел высоту, сумев войти в село Тех. Дорога в Степанакер прошла под их контроль. Чтобы избежать блокады, находящиеся в селе Тутак добираются до Кармешука через лес. После выхода из окружения спецназ выполняет боевые задачи в деревне Каринтак и Сахнах. 6 ноября Гагик находился в деревне Шош, получив задание провести операцию в Шуши. Возможности узнать, какую именно операцию должны были провести спецназовцы, не было. В ночь на 6 ноября спецназ на трех машинах выехал на перекресток Шуши к Каринтак. По дороге в 200 метрах от газозаправочной станции автомобили попадают под обстрел. В результате чего Гагик Аллахвердян, Махитар Асрян и Вазген Абрамян погибают. Тело Гагика Аллахвердяна передают родным 13 ноября. Гагик Аллахвердян посмертно награжден орденом боевой крест второй степени. Во время войны по телефону с Гагиком разговаривали редко. Где они и что они делают, он не говорил. Говорил лишь одно – держись, будь сильный, будь рядом с детьми, вспоминает супруга. Слово «Курдистан» впервые появилось и вошло в оборот в 17 веке, в период правления сельджуков. В новейший период исторической литературы часто можно встретить термины «Иранский Курдистан», «Иракский Курдистан» и «Турецкий Курдистан». Произвольным и принудительным образом в последние часто входит вся территория Западной Армении. Начинается это с середины 19 века. Руководствуясь интересами антиармянской политики, турецкие правящие регионы, называвшие до этого Западную Армению, Ирменистан или Ирменистан-Кебир, Великая Армения, стали называть этот край Курдистаном. Британские политологи обеспокоены повышенным пророссийским настроением армян Западной Армении, которые объявили основополагающим принципом своей ближневосточной политики сохранения статус-кво Османской империи, с удовольствием повторили этот трюк турецкой дипломатии. Необычным, однако, было и то, что русские постепенно в дипломатических переписках стали называть Западную Армению турецким Курдистаном, называя также на своих картах Армянское Нагорье курдистанским плато. При этом зону Каринств называя Северным Курдистаном, а Бетлисван – Южным. В связи с этим известный армянский историк Нико Гайос Аддон сделал следующее наблюдение. Многим приятно переносить курдский вопрос на Армянское плато, находя там решение. В наши дни некоторые курдские националисты, увеличенные фальсификацией истории, в книгах и на картах называют Западную Армению турецким Курдистаном. Более того, ведут корни курдизма к такой древности, о которой достоверных данных не имеется. Называющие себя историком без аргументов и научных обоснований, часто доводя свое невежество до абсурда, пытаются доказать, что курды в Западной Армении являются коренными жителями или автохтонным населением, и их историческая жизнь на этой территории началась не за памятных времен. Некоторые, как пишет Адон, стараясь изо всех сил, зашли так далеко и пытаются утверждать, что курды – уроженцы Армении. И так называемая Армения изровне было место проживания курдов. Все это, конечно, делается только для того, чтобы обосновать право курдов на Армянском Нагоре наравне с армянами. На самом деле, вплоть до позднего средневековья курдов на Армянском Нагоре не существовало. Информации о наличии курдовского этнического элемента на указанной территории нет, как в зарубежных, так и в армянских источниках. Знаток средневековой истории Армении и Передней Азии Аддонс в ходе своих научных поисков, не найдя на Армянском Нагоре курдовского следа, пришел к следующему выводу. Курды в Армении живут отнюдь не с незапамятных времен, как обычно утверждают малопроинформированные люди, случайные посетители края. В основном политические агенты различных держав. В других наблюдениях Аддонс также пишет, курды не жили в Армении с незапамятных времен, они были переселены правящими турецкими кругами. Иран высказал твердую позицию до встречи Путин-Эрдуган. Из Москвы, где прошла встреча с министром иностранных дел России Лавровым, глава турецкого МИД Хакан Фейдан отправился в Тегеран, где накануне сегодняшней встречи Путин-Эрдуган в Сочи пытался договориться с Ираном. Об этом пишет Step.am. Судя по всему, Зангерзурский коридор или анексия армяно-иранской границы станут темой обсуждения Путин-Эрдуган. И до встречи Фейдан приехал договориться с Ираном. Судя по заявлению на совместной с Фейданом пресс-конференции главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдуллахиана, Иран отказал Турции. «Мы приветствуем переговоры между Ереваном и Баку, но не примем никаких геополитических изменений в регионе и блокирования транзитных маршрутов в регионе», подчеркнул глава МИД Ирана. «Мы зафиксировали, что присутствие сионистского режима в регионе не привело ни к чему, кроме волнений и раскола между региональными странами». Иранский министр заявил о необходимости сотрудничества между двумя частями исламского мира, намекнув, что сейчас такого сотрудничества нет. «Я говорил с Фейданом о ситуации в Украине, Афганистане, о трехстороннем экономическом формате с участием Турции, который может сформироваться после урегулирования отношений Ирана с Саудовской Аравией, намекнув, что в качестве лидера суннитов Иран воспринимает Саудовскую Аравию, а не Турцию». Всеармянский союз Гартман Ширван Нахадживан обращает внимание международного сообщества на факты многократного нарушения и попрания Азербайджана в положении Европейской конвенции по правам человека. Протокол конвенции о защите прав человека и основных свобод, помимо раздела первого конвенции, также определяет право на беспрепятственное пользование имуществом, однако нацеливание на сельхохозяйственные работы со стороны Азербайджана делает невозможным беспрепятственную и безопасную эксплуатацию пахотных земель и сельхохозяйственной техники. Конвенция также включает право на образование. Тем временем гуманитарная катастрофа в Арцахе делает невозможной беспрепятственную реализацию права на образование. Для обеспечения выполнения обязательств, взятых на себя конвенцией и протоколами к ней, был основан Европейский суд по правам человека, который по решению о 21 декабря 2022 года обязал Баку принять все меры для обеспечения передвижения по коридору тяжелобольных, нуждающихся в лечении в Армении, передвижения остальных граждан без еды и необходимых средств существованию, а 17 июля 2023 года, чтобы подтвердить, что прежнее решение в силе. Несмотря на все это, призывая международное сообщество оказать давление на Баку, чтобы предотвратить одно из величайших преступлений 21 века, этническую чистку 120 тысяч армян, предпринять действенные шаги для обеспечения беспрепятственно-двустороннего перевещения людей и грузов по Бердзорской дороге, создание достойных условий жизнедеятельности и полного обеспечения прав и свобод коренного армянства Арцаха, определенных Европейской комиссией по правам человека и другими международными документами. Призываем власти Баку уважать и выполнять свои обязательства, закрепленные Европейской комиссией по правам человека, выполнить положение трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, обеспечить беспрепятственное передвижение по Бердзорской дороге и содействовать возвращению внутренних перемещенных лиц и беженцев в борцах и прилегающих территориях под контролем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, выполнить решение Европейского суда по правам человека от 21 декабря 2022 года и предпринять все меры для обеспечения передвижения по Бердзорской дороге. Выпуск программы от 31 августа французского телеканала «Франц-2» был посвящен Армении. Двухчасовой эфир был наполнен армянской культурой, выступлением известных французских и армянских деятелей, также историческими очерками. Вечер на телеканале имеющего тысячи телезрителей вели известные телеведущие Клэш Шазаль и французский пианист армянского происхождения, композитор и ведущий Андре Манукян. Съемка передачи прошла в потрясающей обстановке королевской оперы «Версаля». Выступления артистов сопровождались аккомпанементами оркестра оперы. Прозвучали музыка Арама Хачатриана, Хавун, Хавуна Грикора, Наракоцы, классические национальные произведения известных армянских артистов, таких как скрипач Сергей Хачатрян, велончелистка Астек Сиранусян, певица Рузан Монташан и прочие. Прозвучали песни в исполнении Петрик Фьори, Элен Сегара, Патрик Бюрель и прочих французских музыкантов. В ходе вечера, посвященного Армении, были представлены многочисленные культурные богатства, являющиеся силой армянского народа. Обсуждалась ситуация в Арцахе, блокада со стороны Баку и развязанная война. Историк Тигран Егабян представил подробности геноцида, осуществленного Османской империей против армян. Присутствующие констатировали, геноцид продолжается и сегодня. Турция или Баку этого не скрывают. Жан-Кристоф Бюйсон, заместитель директора журнала «Лефигарон Магазин», писатель-путешественник Сильван Тисон, представили, как они освещали 44-дневную войну и как до сих пор пытаются помочь Арцаху и армянам, поскольку, по их мнению, именно армяне являются носителями многих общесловеческих ценностей. Искусствоведы собрались, чтобы выразить свою поддержку Армении и Арцаху. В венгерском городе Сегеди с 28 августа по 4 сентября 2023 года прошла 35-я международная олимпиада по информатике, в которой приняли участие 355 школьников из 89 стран. От каждой страны могло быть представлено максимум 4 учащихся. Олимпийскую сборную Армении представили учащиеся физико-математической специальной школы имени Шагиняна Самбел Абелян, 12 класс, Цовак Егурян, 10 класс, ученик колледжа Квант Гамлет Петрусян, 12 класс, Гаги Геворгян, 10 класс. Из сборной Республики Армении бронзовые медали вручены Цоваку Егуряну и Самбелу Абеляну, учащимся физико-математической специальной школы имени Шагиняна, также учащемуся Квантом в колледже Гагику Геворгяну. Армянскую команду возглавили Армен Андреасян и Самбел Андреасян из ЕГУ. Олимпиада проходила в два тура, по три задания в каждом. И в завершении новостей послушаем песню «Хайри Ник» в исполнении Себака Ханагяна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра!